Превалентус самый жирнющий басоти в Mobile Legends, которые хотят пожить в замесах как можно побольше. Если ты не рак, Дурганави, Удафи, Дакри, пожалуйста, давайте мы не будем хотя бы под этим видео писать, что это повтор. Я не понимаю, что за повтор вообще, о каком повторе идёт речь. Так что всё это не повтор, это самые впитабельные, до машины персонажи, самые жирнющие, самые долго живущие в замесах. Человеки-усы в нашей любимой Mobile Legends. А ещё я придумал темку, что с каждым последующим видосик, если мы будем побивать планку по лайкам, я буду ускорять свою превью просто вообще на километры скорости. И она будет просто за секунду вот так проходить, а, угарно. Поэтому подписывайся на канал, ведь ДНГ мы собираем 10 тысяч подписочников, ставь лайкосиков, хотя бы 500 и после 500 я делаю ещё одно ускорение превью, а сейчас пока вот так, лови. Свопай танчика и ля полетели. Ну а если лично ты, да-да-да-да, ты, а вдруг не знаешь или не понимаешь, где же можно покупать алмазики для нашей любимой Mobile Legends, то я с большущей уверенностью могу тебе порекомендовать проверенный лично мной сервис Gamer Shopper.ru. Там постоянно проходят акции, скидки. Например, по рефералке друзей приглашаешь, они делают самую минимальную покупочку и не только в Mobile Legends, а ты забираешь алмазы. Или вот ещё, ещё, ещё. В данный момент проходят турниры 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, где регистрация абсолютно бесплатная залетает, туда показывай свой скилл. И, конечно же, забирай свой приз. Сервис, само собой, работает во всех регионах и странах. Максимально просто можно пополнить скиваря, закидываешь на киви, скиви туда, с туда-на туда, хоп, алмазы оказались. Быстро-то доставки алмазов, конечно же, на высоте. На сайте есть подробная инструкция, как всё заполнять, там всё очень просто, просто никнейм, айди-зон и всё. Алмазы твои. Все ссылочки в описании видосика, заходи, пополняй, приглашай и чувствуй себя настоящим маблувским магнатом. Долго не летели и на ультимейте Глу мы сюда сразу же прилетели. И да, как вы поняли, в первой в списке у нас Глу. Потому что человек иус, ну прям, очень, прям, жёстко жирнющий. Да, его очень трудно пробить, а когда он залазит на голову чью-то, то этого практически вообще невозможно сделать, потому что дамаг идёт по тому, кого он бьёт. А вот так вот, если только там под вышку залезть, то это вообще, ну короче, невозможно практически. Когда он нажимает ультимейт и размножается на свои маленькие молекулы, это тоже очень трудно начинается его пробивание. Плюс в мабле очень много персов, чьи навыки не проходят сквозь каких-то там крипов, миньонов. А Глу создаёт сам этих миньонов из себя. И чтобы добраться некоторым до него, нужно сначала перебить всех его вот этих маленьких молекул. Не спорю, есть достаточно человек иусов, которые контрят Глу. И ты там все молекулы его перебил, там его самого уже практически добил. А он потом хекс, мекс, пекс, нажимает ультимейт. И у него опять его пол хп восстановилось. И опять его трудно побить, и пока он сидит на ультимейте, его кд ультимейта уже кдшится. И то есть, когда он слезет с этого ультимейта, он там через буквально 5 секунд от тебя опять нажмёт ультимейт. И ты опять всё заново, бесконечное хп, ульта, отхил, молекулы, вся вот эта вот тема, короче, живучая создание. Следующий в списке у нас Каджа, потому что в последнее время его бафанули. И у него просто там хп, если в танка его собирать, очень долго его придётся убивать. Сколько раз я не старался, сколько раз я увидел на лол хп, думал, сейчас, например, влечу. Фулл проказ даю в лол хпового Каджу, где любой жирнющий танк уже давно бы пал и слова не сказал. Но нет, Каджа даже, он и не танк, а боец, и живёт побольше танков вот так вот как-то. А потом ещё думаешь, ну ладно, вроде бы он фулл танка, хоть, ну, как-никак всё равно его добить можно. Думаешь, ну хотя бы урона у него, может, не будет. Ага, будет! Ну и, короче, живучести у него и выживаемости просто очень много, дофигища. И одновременно с этим ещё и до машины может нехиленько так тебе подраздать под затынничком с первого навыка и пассивочки дать. И запомните, да, пожалуйста, если видите лол хпового Кай оф танка, скорее всего, это просто байт и ты будешь забайчен. Следующий го, одного и самого, жирнющий го, человек и уса я сюда добавил хилоса. Во-первых, даже в его названии хилос, от слова хил, хп, наверное, я не знаю, ну, хп, наверное, точно нет. Ну, короче, много хп точно. Ну, у него много хп, это точно. Там второй навык, я не знаю, сам ли он себя отхиливает или нет, плюс ультимейта тоже есть отхил. Но в замесах он уже не раз подтвердил и показал и доказал, что он очень живуч, очень толстюч. Плюс там что-то пассивка от количества маны, там зависит его ОЗ, а если очень много маны, очень много ОЗ, это просто всё просто жёстко. Лужу на втором навыке включаешь, всех замедляешь, а всё там вот это всё, кого до машины наносится, ты сам не убиваешься. Очень, короче, бесит. И поэтому хилос обязательно должен присутствовать в этом списке, как один из самых жирнющих хп персонажей. А следующее существо у нас Уринулс. О нём тут вообще можно даже и не говорить, он поглощает энергию, произведённую полученными атаками и восстанавливает определённое количество ОЗ каждый. Какие-то там секунды, то есть в количестве какого-то времени у него там 0,8, даже не доходя секунды, его пока бьют, он восстанавливает себе хп. Это просто имбежье. Ладно, на первом навыке у него там с хп ничего связанного нет, да, там просто стаки, просто увеличение до машины, а вот на втором навыке держал ты щит. Который, кстати, тоже неплохо так помогает, если с тобой рядом нет эсмеральды. Да и даже если и есть эсмеральда, я очень много моментов видал, где они один на один стоят и как бы, ну, явного победителя нет. Но это если они там всё правильно оба собрали, там антихилы, да, там дефы, там всё вот эти моменты, то там, да, базара нет один на один, их неизвестно кто победит. А если у чела мозгов нет, то он, конечно же, отсосёт и как бы, ну, без вариантов. А также там имеется такой жёстко имбовый ультимейт, который называется 30 зелёных шлемов одновременно срабатывают в х5 скорости. Что это значит? Ты нажимаешь ультимейт, в миллион раз ускоряешься, убегаешь из замеса и одновременно с этим, пока ты убиваешь, убегаешь, 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 убегаешь. И у тебя, короче, отхиливается просто всё хп, ну, много очень, ты обратно возвращаешься. Опять находишься в замесе, опять всем показываешь, какой ты жёсткий, крутой, опять уходишь, убегаешь. Короче, бесконечное железное создание. И следующее, и самый последний из самых жирнющих и вообще, по моему мнению, один из самых толстенных персов, это Бартс с 25 стаками, полностью фулл деф, там, я не знаю, полностью всё настакано. Всё вжиродито, одито, одетто и всё, короче. Ты его вообще ничем, никем, и хоть ты чё не собирай, будет очень трудно погибать. А если ты грамотный Бартс, ты дождёшься, когда, ну, ты танчишь, да, там, чё, кого-то, инициируешь замес, ждёшь, пока у тебя, там, 25% хп остаётся, ты начинаешь кого-то хавать, и опять, там, до 75 восстанавливаешь хп. Даже если есть антихил, до 50 опять восстановишь, ну, неважно, всё равно, ты живёшь ещё полтысячи лет, и замес уже закончится, скорее всего. Поэтому жёсткий, жирный, опасный, и вот я вам 5 топ 5 самых жирных произсказал, сказал и показал. Я, возможно, кого-то упустил, это я не исключаю, и ты обязательно можешь спуститься в комментасики и написать мне, там, кто, там, по твоему мнению, там, самый жирный. Я, конечно же, прямой, так, сведенью, когда-нибудь в жизни. Обязательно залетай в чатик, в телеграм-канальчик, и там, наверное, найдёшь себе фулочку, пати, булочку какую-нибудь, да, не знаю, чё-нибудь найдёшь, ссылочка в телегу и в описании стрима. Мы же стримим. Не забывай про лайкосик и запрыгивай на подписочку. Ну, а с вами был Дофидок, и всем рэпом. Субтитры сделал DimaTorzok